Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости, в студии Айдоса Успанов и смотрите сегодня в выпуске. Президент Казахстана рассказал, какими он видит изменения в политической жизни страны. Чего они касаются, расскажет Наталья Басмурзина. Коммунальное предприятие Кустана-Ису разработало цифровую карту инженерных сетей. Для чего она призназначена и как будет помогать работать коммунальщикам, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Лисаковская городская больница получила целый набор нового современного оборудования для реанимационного отделения. И самое главное, сразу пять современных ИВЛ-аппаратов. Выборное законодательство страны могут ждать серьезные изменения. Касым Жумар Тукаев заявил сегодня о необходимости введения графы против всех в бюллетенях для голосования. А кроме того, президент подчеркнул, насколько важным может стать снижение порога при прохождении партии в мажорист парламента. Все эти новеллы еще предстоит проработать и утвердить. Но, безусловно, сегодня начало им было положено официальным выступлением президента. Политическая жизнь страны требует обновления. И президент Казахстана Касым Жумар Тукаев даже озвучил, в чем оно может заключаться. Это произошло во время его выступления перед депутатами обеих палат парламента. Президент заговорил о необходимости полной защиты прав человека и сослался на мировую практику. В мире широко распространено право людей выражать несогласие с любыми выборами. Этот постулат теперь должен стать нормой и для нашей страны. Президент заявил, что в бюллетенях для голосования на каждом уровне должна появиться графа против всех. Меня всегда удивляло, почему вот эта графа у нас отсутствовала. Наличие этой графы как раз и вызывается, вообще-то, требованиями людей, требованиями демократии. Почему? Да потому что сейчас можно просто-напросто перечеркнуть, в конце концов, весь бюллетень, и он будет признан недействительным. А если кто-то поставит в графе против всех, это будет говорить не просто о том, что он выражает свою позицию по отношению ко всем депутатам. Не к самому процессу, я это подчеркиваю, выборов, а к конкретным депутатам, что эти люди его не устраивают. Появление этой графы, очевидно, должно произойти в ближайшем будущем. Ведь президент в своем выступлении говорил именно о перспективах развития нашей страны. И вот еще одно новшество, предложенное Касым Жамартом Такаевым. Барьер для прохождения депутатов от партий в мажорист парламента следует снизить с сегодняшних 7% до 5%. Это говорит о дальнейшей демократизации выборного законодательства и выборных процессов в итоге. Потому что прохождение 5% барьера позволит увеличить количество партий в парламенте, в мажористе в частности. И это, безусловно, отразится на позитивном развитии демократических процессов. Плюрализм мнений повысится. Такое нововведение, по словам президента, должно помочь развитию политической конкуренции в стране. Инициатива поможет учесть мнение людей при проведении государственной политики. А это благоприятно скажется на развитии всей страны. Вместе с тем, выборное законодательство – лишь одна из сторон, требующая будущих изменений. В выступлении президента прозвучали слова о необходимости модернизации судебной и правоохранительной системы. А весь государственный аппарат, по словам президента, следует сделать более компактным, прозрачным и эффективным. В своем выступлении Касым Жумар Токаев коснулся не только требуемых изменений в политической сфере страны, но и затрону важные социальные аспекты. Практически все сферы – а это образование, здравоохранение и пенсионная система – требуют дальнейшего развития и модернизации. О каких именно изменениях, говорил президент страны, расскажут наши корреспонденты. Выступая перед парламентом, президент страны Касым Жумар Токаев назвал главный приоритет работы государства на ближайшее будущее – это повышение качества жизни и благосостояния населения. Чтобы его достичь, законодатели уделят внимание социальной сфере и в первую очередь будет затронута система образования. Настоятельная задача – сократить разрыв в качестве образования между различными социальными группами и регионами. На данном этапе развития требуется новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию новых работников. В этих целях предстоит разработать и реализовать специальный национальный проект. Занимаясь вопросами обучения парламентариям, предстоит обратиться и к сфере здравоохранения. По мнению президента, она нуждается в модернизации. По словам Касымжомарта Токаева, нужно внедрять цифровые инструменты и расширять доступ людей к квалифицированной врачебной помощи. А чтобы не доводить уровень заболеваемости в стране до высоких показателей, в Казахстане серьезнее займутся профилактикой болезней. Следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в послании. Хочу повторить, это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение. По моему поручению, правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта. Он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов парламента. Для более старшего поколения актуален вопрос пенсионных накоплений. И эта тема тоже будет подвергнута дальнейшим нововведениям. Уже сейчас людям предоставили возможность частично снимать свои пенсии из ЕНПФ. Но на этом новшестве законодатели останавливаться не станут. Необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Правительство и Национальный банк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения. Казахстанцам предстоит увидеть изменения и в соцобеспечении. Президент поручил сделать приоритетом поддержку наиболее уязвимых граждан страны. Как подчеркнул в своем выступлении Касым Жомар Тукаев, для этого необходимо усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. Наталья Луговская, Наталья Басмурзина, РТН. Учредитель предприятия по производству кирпича в Рудном обратился к Совету по защите прав предпринимателей Костанайской области за помощью. Дело в том, что несколько лет назад предприятие начало процедуру реабилитации. Но, как отмечает учредитель, сейчас процесс тормозится, по его мнению, из-за некомпетентности реабилитационного управляющего. В палате предпринимателей выслушали мнение обеих сторон конфликта. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Товарищество «Стройпромгрупп» 2030 больше 15 лет занимается производством кирпича. В 2016 году у предприятий возникли трудности. Они накопили более 150 миллионов тенге долга перед своими работниками и поставщиками. В 2017 году в отношении товарищества была начата процедура реабилитации, рассчитанная на 5 лет. Но, как отмечают в палате предпринимателей Кустнойской области, процедура идет со скрипом. Согласно аудиторскому отчету, то аудиторская фирма «Алиас» за 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года в товариществе выявлено систематическое занижение цены реализации готовой продукции от плановой. В результате товарищество причинено ущерб в сумме 190 миллионов тенге. То есть сумма, которая могла покрыть кредиторскую задолженность из реестра требований, а также текущие отходы. Кроме того, установлено превышение оплаченных сумм контрагентам, заказанные транспортные услуги от фактических в размере 13,9 миллиона тенге. По мнению экспертов палаты предпринимателей Кустнойской области, учитывая результаты аудита, неэффективности реабилитационной процедуры, на предприятие нужно рассмотреть возможность о возложении управления имуществом и делами на учредителей. Реабилитационный управляющий товарищество с этим не согласен. По результатам проверки, данное число налогов всего на сумму 69 миллионов тенге. Следует отметить также, что нарушения налоговой законодательности, выраженные в виде уклонения уплаты налогов, произведены в тот период, когда учредителям был до суммеков. Кроме того, на сегодняшний день, по состоянию на 1 января 2021 года, по графику погашения отсроченных критерий к задорожде, согласно плану реабилитации, всего погашено 79 миллионов 983 тысячи, в том числе бюджет 57 миллионов 545 тысяч тенге. Графики исполняются без нарушения. Учредитель предприятия, в свою очередь, продолжает сомневаться в компетентности нынешнего управляющего. В итоге, на Совете по защите прав предпринимателей решено было дать правовую оценку всем предоставленным сторонам. Изучить их, так как, по мнению председателя Совета, сегодня противостояния между учредителем предприятия и реабилитационным управляющим не дают предприятию восстановиться. А это важнее всего, подчеркнул Владимир Шакун. Диарах Митчин и Татьяна Калюжная, РТН. Костанайцам предлагают трудоустроиться по некоторым из новых направлений госпрограммы «Янбек». Возможности открыты как для выпускников, не имеющих опыта работы, так и для людей, давно находящихся в поиске рабочего места. В этих целях запущен один из примечательных проектов – контракт поколений. Он должен помочь молодым специалистам получить опыт от старших сотрудников предпенсионного возраста и в будущем сменить их на этом посту. Подробнее об этой и других программах расскажут наши корреспонденты. С конца прошлого лета для молодых кустанайских специалистов и выпускников открылись два новых направления для трудоустройства. Появились они в рамках государственной программы «Янбек». По итогам прошлого года стало ясно, что одно из этих направлений пользуется спросом среди молодежи. Это проект «Первое рабочее место». И вот с начала нового 2021 года Центр занятости вновь объявил набор выпускников, которых можно будет трудоустроить по этому проекту. По первому рабочему месту это у нас выпускники и молодежь до 29 лет, которые не имели опыта работы. То есть у них нет опыта работы, нет пенсионных отчислений. Мы их также направляем в организации города именно по специальности или как бы по близкой специальности. Здесь уже заключаем договора с работодателями на постоянные рабочие места. С прошлого лета городскому Центру занятости удалось трудоустроить по данному направлению 21 выпускника. Чтобы поддержать молодых людей, организация взяла на себя оплату их работы в течение года по 20 МРП ежемесячно. То есть в этом году эта сумма составит уже 58 тысяч тенге. От работодателя по его желанию может быть произведена доплата. А вот еще одно новое направление для трудоустройства отклика в прошлом году среди кустанайцев не нашло. Речь идет о проекте «Контракт поколений». Мы направляем в организации, где есть люди предпенсионного возраста. То есть тем, кому осталось до пенсии менее полугода, мы также направляем туда специалистов, как бы молодого сотрудника для передачи опыта. То есть при последующем уходе на пенсию на это вакантное место уже есть готовый специалист, которого он также обучает в течение полугода. Как ни старался в прошлом году кустанайский центр занятости, привлечь людей по контракту поколений не удалось. Хотя участники возрастом не ограничивались и им также предусматривали оплату. В течение полугода по 20 МРП от центра занятости. После того, как мы информационную работу провели, мы, получается, во все организации направляли письма с целью разъяснения, узнать, есть ли у них пенсионеры или нет. И вот как бы вот эта работа сейчас проводится. Набор людей и по контракту поколений, и по проекту «Первое рабочее место» уже стартовал. Центр занятости планирует, что в общей сложности им удастся трудоустроить за 2021 год не меньше 30 человек по этим двум направлениям. Кроме того, в работе остаются и остальные проекты программы «Янбек», среди которых и молодежная практика, и курсы краткосрочного обучения. Чтобы подать заявку на трудоустройство, соискатели могут воспользоваться сайтом yegov.kz, либо заполнить свои данные в зоне самообслуживания городского центра занятости. Диар Ахмичи Наталья Басмурзина, РТН Коммунальное предприятие «Костанайсу» за два последних года смогло составить цифровую карту своих водопроводных и канализационных систем. Эксперты нанесли географические координаты каждой трубы и колодца, а также их диаметр, срок службы и материал, из чего они сделаны. Все это уже сейчас помогает коммунальщикам при экстренных ремонтах. Мои коллеги расскажут подробнее. Костанайские коммунальщики из Костанайсу два года назад взялись за разработку географической информационной системы, которая предназначается для сбора информации о нахождении в Костанай всех сетей водоснабжения и водоотведения. По словам инженеров Костанайсу, электронная карта помогает им оперативно находить координаты всех систем в случае проблемы. Вот мы нанесли сети водоснабжения и водоотведения микролеона Кунай. На карте сети водоснабжения и водоотведения находятся в местной системе координат, то есть в координатах X и Y. То есть если иметь геодезическое оборудование, которое имеется также на нашем предприятии, мы можем с легкостью найти водопроводные и канализационные колодцы. Если произойдет авария, то ее локализировать при помощи электронной карты можно быстрее, подчеркивают коммунальщики. Помимо этого, карта поможет оказывать помощь при выдаче технических условий на новые подключения и при варийных отключении участков сети или насосных станций. Материал труб, диаметр, протяженность видим от участка до участка, от колодца до колодца. Наша карта редактируется постоянно, так как у нас постоянно происходят реконструкции, переносы водопровода, а также мы не акцентируемся только на наших сетях. Мы стараемся нанести и частные сети водопровода, и канализации. При этом в открытом доступе этой электронной карты нет. Она создана лишь для пользования коммунальщиков. По словам специалистов, Кустанай-Суд цифровая карта будет обновляться и дальше, ведь новых микрорайонов в областном центре становится все больше. Диара Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН. Пациентам Лисаковской городской больницы в буквальном смысле стало легче дышать. Для лучшего восполнения кислородной недостаточности лечебное учреждение получило новые аппараты искусственной вентиляции легких. Какое еще новое оборудование было поставлено в больницу, расскажут мои коллеги. Окончание 2020 года Лисаковской городской больницы принесло пополнение необходимого медицинского оборудования. Одни из самых нужных в связи с эпидемиологической ситуацией стали новых пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них четыре – это аппараты «Биовент» совместное казахстанско-турецкое производство и аппарат «Диксион» по немецкому производству. Получили два монитора компактные, но не все, конечно, в инфекционном стационаре сейчас. И получили один шприцевой дозатор медикаментозный. Новое оборудование значительно упрощает работу всего медицинского персонала. И, соответственно, пациенты с дыхательной недостаточностью легче и быстрее справляются с болезнью. Мониторы – это следящая аппаратура, которая будет следить за состоянием пациента, параметры давления, пульс, сатурация, давление, температура, ЭКГ, конечно, соответственно. Шприцевой дозатор – это мы дозируем препараты. Все в миллилитрах, миллиграммах рассчитывается и вводится каждый час. Немалую роль играет и удобство в обращении с новым оборудованием. Аппарат легко используется, очень доступно в формате, так сказать. Все на дисплее, все написано, показано, очень удобен и просто в использовании. Плюс, соответственно, экономнее с этим идет, с компрессором кислородным. Кислород отдельно в баллонах подается, ну и компрессор, что и нам сокращает потребление кислорода. Имеют аппараты ИВЛ и большое преимущество в сравнении с другим, помогающим дышать пациенту оборудованием, используемым в городской больнице. Кислородный концентратор, я скажу, это больше терапевтического профиля аппараты. Они для реанимации, как сказать вам, не подходят. Для реанимации нужны аппараты ИВЛ, которые уже конкретно уже будут в помощь. Концентраторы можно пользоваться в терапии, в хирургии, в которой есть легкая дыхательная недостаточность, чтобы не предотвратить их и не усугубить их, перевести их, чтобы она не перешла в тяжелую форму. Сейчас в городской больнице Лисаковска 11 аппаратов ИВЛ, что, по словам врача, вполне достаточно. Однако для лучшего медицинского ухода за пациентами не хватает аппаратуры, позволяющей следить за состоянием больного, таких как мониторы и пульсоксиметры. Нуждается больница и в хороших, грамотных специалистах – анестезиологи, невропатологи, пульмонологи, а также в медсестрах. Валерия Зиновьева, РТН, Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.